Я знаю, чем где мышцы. Так, где лучше? Что, в солнце? Лерина, отойди, я тебя посмотрю по-хорошему. Так, пятки вместе, пятки вместе. Ага, шеи, это вот уже и видно, немножко есть. Блемы у нее каковы? Значит, по факту, по МРТ, грыжа шейного отдела между шестым и седьмым позвонком. Ну, это вот внизу. Значит, ну, посмотрим. Тут, значит, у нас, конечно, мышечный тонус. Вот видно, я уже показывала не раз. Вот прямо на сухожилие натянутый. Соответственно, и мышечный гипертонус тут присутствует. Поэтому ей хочется иногда потянуть шейку. Туда и сюда, да, но этого делать нельзя, потому что грыжа у нас присутствует. Дай-ка, сейчас я посмотрю, межпозвоночные низки. Да, вот где-то вот здесь, на этом уровне, да, болит тут. Чуть повыше вот тут. Ну, вот тут похож. Так, а тут у нас, ну, что, смотрим лордозы, как обычно. Лордоз у нее сохранен шейный. Лордоз поясничный у нее тоже сохранен. Так, ну, тут более-менее прилично. Девушка у нас занимается спортом, молодец. Но вот тут, что мы замечаем, да, видишь? То есть, вот где лопаточка, вот, а вот лопаточка, вот. Я, конечно, не рентген, но я вижу, что остеохондроз присутствует, потому что дегенеративные изменения межпозвоночных дисков, скорее всего присутствует, потому что расстояние не как-то вот маловыраженное. Где-то растянута, где-то наоборот. Вот, вот смотри, вот видишь, край лопаточки, вот и вот. Если мы проведем вот так вот линию, у нас будет где-то сантиметр, сантиметр и там пять миллиметров, три под. Значит, что, за счет чего вот это происходит? Это происходит за счет гипертонуса мышечного. Как-то немножко растянуты межпозвоночные диски. Вот видно даже визуально, вот тут, наверное, немножко, да, полезнее. И было уже, потому что чувствуешь, вот я нажимаю, да, там поскрипывает. Это говорит о том, что был воспалительный процесс. Вот хорошо, видишь, вот тут вот стянуто. Значит, что, как ей растянуть? Поскольку у нее грыжа, я еще раз повторюсь, между шестым и седьмым позвонком, значит, то, соответственно, значит, ей очень аккуратно надо делать какие-то упражнения. Значит, вот я бы советовала только одно упражнение. Выдыхай, как я тебя учила, подбородочек сюда, вот так. А потом на выдохе плечики не поднимать. Тяни, 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 тяни. Ну-ка, как, не больно? Угу. Не, расслабляйся, не тяни плечи. Ага. Нормально? Не больно? Угу. Давай сниму. Угу. 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 Одна. Чертный не видишь. Ну, что, антисептик кожаный, как всегда. Плюсик, вот еще. Плюсик, вот еще. Плюсик, вот еще. Плюсик, вот еще. Антисептик. Так. Вот, сейчас есть масса. Масло у нас в собственном изготовлении. На дне. На дне. Так, ну, сначала, как всегда, греем. Угу. 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 Лямки нет, нет. Лямки только. Сейчас сделаем шейный отдел. Сейчас я разогреваю. Угу. Так, вот все делаем вдоль. Тут греем тоже. Угу. 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 не холодно, дай мне мордочка, она говорит остатеньку, тут ложатку поставим низ руки то есть все греем в бок тут немного разогреем так, вот так Лена, как тебе удается в такой красоте задержать тело? в красоте в красоте, да бегаешь много кушаешь мало кушаешь много что мы делаем сейчас разогреваем все возьмем край лопатки потому что у нее вот эта мышца трапециевидная у нее тоже немножко стянут до гипертонус поэтому и лопатки на разном уровне греем греем, греем потом я его весь по позвоночни попотяну сейчас просто греем как-то больно будет в левую сторону вот здесь вот тут вот так пока поняла поняла нет, нормально да, лопаточка немножко ушла кстати, как раз, по-моему, ее ушла все 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 я потом буду уточить сейчас пока грею все это больно, Лена потому что вот тут отек вот даже видно вот он отек пошел вот видишь вот отек вот даже границы четко видны здесь чуть-чуть, а здесь сильно ну ну когда проблемы такого плана позвоночника есть то мышцы приобретают вынужденное положение мышечный каркас он тебе предохраняет и организм сам делает так как ему удобно потерпи немножко потерпи так больно? угу вот вот с этой стороны не так, да? угу угу так вот давай теперь немножко переключимся на шею не понимаете вот оно вот где стянуто тихо-тихо вот оно где стянуто больно угу сейчас 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 так вот не сильно буду, чтобы не сильно больно вот оно больно так будет локол вот локол вот оно больно сейчас еще грею тоже все прохрустывается что так, ну мы приступаем к шейфу отдела восьминученька тебе удобно лежишь? нам надо вот тут снять, вот прямо слышно, прямо натянута очень сильно так, Лена, теперь помягче сделаем, вот как-нибудь устраивайся как тебе там удобно под кожей так, удобно так, так давай дальше, чтобы на то смотрю сильно очень натянута, напряжено все у вас болит шея? ну или что-то вот сейчас протрусь, скажи ну, видишь, у нее стянута, конечно, у нее она болит, вот, ну в данный момент, не знаю, больно в данный момент нет, это не больно в общем, болит шея, или тянет все время тянет все время, тянущая, значит, боли получается, да? так, вот мы сейчас найдем, где мышца рахала, где у нее тонус труп посильнее, мы тут сейчас точечно поделаем Ксюша, я боюсь, как бы сквознял, я как бы расслаблялся сейчас тихонечко будем делаем очень мягко, стараемся сделать эластично, чтобы все было очень аккуратно снимаем тонус, гипертонус еще вот у нее отек вот прямо здесь сейчас вот заметно очень хорошо немножко будет сейчас болезненно, подержи и маха вот-вот болезненно так, все, все, расслабься, теперь нормально будет опять делаем вдоль позвоночника так, по точечкам пошли подтягиваем его немножко, вытягиваем и сильно вытягиваем резко ничего не делаем так, за ушками показываем переводим к шейке так, Лена, не больно? хорошо теперь будет чуть поболезненнее надо нам вот эту мышцу расслабить все поболезненнее можно даже вот так да, можно даже, потому что когда нажимаем, вот так вот идет прилив прижимаем сосуд и зажимаем, потом и отпускаем усиливаться кровообращение поэтому можно даже вот так немножко подержать вот так вот так вот так вот так я предпочитаю все же делать вот так так, теперь, Леночка, мне надо, чтобы ты подняла руки положила их под лоб под лоб а, вот так вот а, смотри, вот как смотри, вот так береги ага вот вот, 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 отлично ага вот так вот, 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 умночка потому что мне надо в ход ручки, поняла, да? что отпустило тоже надо и лопаточку хорошо проработать и ручки и плечики вот эту мышцу все-все-все хорошо теперь туда все-все-все так теперь уже а и Смотри, видишь, брызги пошли, это слабое кровообращение здесь. Сильно вот так вот, например, я теперь мою мышцу крию. Возвращаемся к шейке. Так, вытягиваем. Спасибо. 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 вот где видишь томс то как ей больно тут вот эти больно тут даже слышно чувствуешь там поскрипывает тут тянута как все 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 немножко поточечно поделаю потерпи немножко так все расслабься нормально сейчас будет а компот вот как бы хорошо легла вот молоченко вот так вот полежала полежала так вот смотри видишь даже тяну видно что натянута видишь прямо шилка вот и сухошилие видишь как натянута видишь все 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 так вот тут еще мы делаем немножко приотпустим разгладим по Опять вот так вот всё, так вот, так вот, так вот, всё, всё-всё-всё, Лимочка, всё, нанимаю тебе тяжело, больно. Так, ладно, значит, вот опять приём, нижний край лопатки, область надпочечника. Видишь, вот прыщички, видишь, это слабый кровоток, слабое кровообращение, вот такие штучки, но они проходят, после процедуры они пройдут. Это говорит о том, что слабообменные процессы в мышце, слабый кровоток. Позвоночник сейчас поделаю. Задача наша очень сильная. Нужно разогреть мышцы. Так, Лимочка, дай-ка мне руку. Так вот, расслабивай-ка. Всё-всё-всё-всё-всё, отлично, тут отлично, тут немножко проблемы. Вот она. Вот, 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 вот. А тут всё хорошо. Блин, это тяжесть. Вот это тяжесть. Аккуратно, аккуратно. Осторожно, осторожно. Тут тоже немножко есть. Здесь за счёт отёка не так слышно. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Тут, видишь, я споделаю, у него небольшой тюк. Вот он, вот он, вот он. Всё-всё-всё-всё-всё. Вот они, чувствуешь, как тут всё скрипит. Всё-всё-всё-всё. Как будто трактор покатился, нет? Так ты говори, как есть, ничего страшного. Можно спать. Хорошо. Ну, должно расслабить, потому что делала точечный массаж, делала глубоко. Сейчас приток крови, и мышцы расслабятся. А что думаешь, заболит? Заболит, как плохо. Заболит, заболит. Заболит. Чуть-чуть мазну, чтоб тебе... Ну, видишь, надо всё-таки тянуться после бега. Быстрее, поехали, быстрее. А уже до дома доедешь, уже не хочется тянуться. Ты умничка, ты всё правильно рассуждаешь. Надо растягиваться после тренировки. Я когда одна-то бегала, опять тянулась. Быстрее, быстрее. Вот, видишь, у тебя две проблемы уже есть. А быстрее это... Ну, теперь будешь знать, что. Зелёный цвет, или это арицистивность. Так, у меня карин, уже всё поменяется сейчас. Уже не поменяется. Я же вижу. Так, расслабься. Значит, что мы делать сейчас? Мы немножко сейчас потянем шейный отдел, позаночим. Всё, отдай мне голову, не бойся. И тут ничего страшного не будет. Значит, как обычно, фиксирую предплечье. Своим предплечьем. Значит, фиксирую ей плечо. Так, значит, руки, видишь, как делать? Вот это могут все научиться и делать. Так, не сама не вытягивайся. Ага. А ты как думаешь? Не тянись сама, Лена. Сама не тянись. Всё. Вот умничка. Всё. Вот это всё у нас. Так, ещё немножко погреем ей так вот. Чтобы ей не больно было. Вот так. Вот так. Вот так. Так я говорю, они сырые. Вот мне когда больно, у меня сразу вот начинают... Они как под водой побывали, сразу сырые становились. Потому что они как прилив такой вот боли, у меня сразу сырые становятся. Это какой, это сразу показатель.